вот господа мы значит на торновская 73 вон адрес балкончики написан 75 почему сюда приехали вчера в комментариях под животрепещущим репортажем жители написали о том что есть печальная обстановка по прошлым работам о пик вот вот этот двор 73 75 отремонтирован недавно давайте пройдемся по нему но вот прежде всего по качеству асфальта которые и стройнадзор нас вчера убеждал и сам директор о пик специальную снимаю в 4k все это дело наверное вид невооруженным газом что это идет лопина лопина на асфальте как бы ничего страшного пока как бы да но с учетом того что это сделано год назад и во что превратится вот это лопина в новом асфальте все понимают вот у нас дом вот адрес вот смотрите соответственно вот пешеходная зона паре и вот еще одна та же самая лопина в новом асфальте только поперек вот машина проедет как вы думаете за год что с ней будет с этой лопины допустим или что они появляются в течение года уж я не говорю о том что сама связующий асфальт то есть вот крошка осталось ее как мы показывали на факел социализме выдрала просто дождями и льдом вот машины как накатывает посмотрите образовалась уже борозда вот если вправо видно что еще связующие смола есть здесь вот уже ее просто содрали за год даже не полный год еще грубо говоря нет августа вот здесь оригинальное решение по ступеньке то есть скорее все старая ступенька была обморовано в асфальт естественно все кто когда-то строил и фундаменты понимать что это будет расслоение это слишком две разные несущие конструкции и соответственно эта ступенька вот асфальта сел проступила сквозь асфальт виде трещин это у нас подъезд номер один вот напротив дома у нас находится детский сад и то что мы вчера ногой пытались отковырять им тоже пытались вот здесь на повороте в детский сад весь этот асфальт который прожил год на факеле социализм он еще год не прожил состояние вы его видите вот да это вот качество его уплотнение раскатки о чем говорил местный житель георгий и вот тут же сразу мы переходим к тому что вот это все поползла трещину сторону она идет так и не до конца видно но до конца поребрика но упора вторая проблемка вот дальше возвращаемся к этому выбранному асфальту к той же самой адгезии с крошкой то есть связующего уже нет его выдали колесами его выдали погодными условиями и по уклону если вы видите вся эта вода нежно сливается в детский сад потому что уклон идет как раз именно туда далеко от входа далеко от входу детский сад не отходим пошла вторая лопина вот она вот она идет здесь уже массив асфальт провалился вот она вот вы ее видите вот и не ходя далеко от нее вот он опять снова 73 дом еще одна лопина пошла но здесь камера не передаст больше перепад здесь вот такой бугор идет видно уже заняты люк давайте обратим здесь к люку доступ какой никакой но присутствует вот мы идем два шага делаем буквально от одного косяка вот она лопина прошлые которые вам показывают он она под машину уходит вот два шага делаем и снова есть чего включить камеру пожалуйста это качество асфальта это качество асфальта вот они яму и эта зона продолжается вот ведь пошла туда 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 вот есть не каких-то вот она видеть вот медленно он показывает все это с выщерблены вот мятина вот уклон идет снова 5 лет это никак не простоит здесь уже вот видно что куски асфальта отходит на вот жители сейчас говорят что прошлом году вот ну понятно что здесь машины стирать но тем не менее за один год стереться так асфальту просто невозможно всем пройду вдоль колейки которые накатали машину это вот видите то есть все связующие все было снято колесами машин здесь прям колея она идет параллельно вот у меня надежда идет рядом все то же самое вот он собран здесь вот уже уклон то есть сюда образовался яма как ее показать поребрику но это не говорим это механическое повреждение здесь на какие-то работы проводить ну вот и видно вот видите то есть вот один раз и вот два и вот снова пока 73 дом мы далеко не ушли пойдемте вдали там где дома сейчас дойдем до люк который обещал показать вот это вариант как по классике а пик закатывает люки к нему идет вся соответственно уклон вот они все трещины пошли все это трещины но не выглядит это на годовалого асфальта годовалый асфальт все покоцаны естественно вода сюда стекает и до люку доступа тоже нет вот у нас конец 73 дома вот так по ощущениям соответственно щебеночная подложка она провалится видне даже вот видите вот раз такой приемок просто камер тяжеловато на собственном глазах второй приемок вот здесь прям пупок вот такой и дальше и вон он видите 3 и дальше так в кричит вдоль всего поребрику идут вот эти приемки в которых образуется лужи о чем нам вчера и опять сам асфальт видеть уже весь он весь ободранный говорил нам стройнадзор что не должно быть скопление воды ну вот он весь он видно волнами идет видите асфальт сейчас мы вот на границе 73 75 дома снова парковка у людей и пошли трещины лопина здесь видно и далеко не будем отходить переходим к стыку асфальтов организация делала одна и та же в одно и то же время между получается двумя дворами они сделали вот такое прилегание асфальт как вчера нас петр они убеждал директору пик но факелем и такое вот пятно дьявольской полусосе и сделали потому что там ямка была здесь зачем так сделано и соответственно вы сами видишь в этой яме будет вода лед все что угодно и дальше по существует поехали вот он и все она прилегание это все естественно щель как вы видите но на все есть отговорки все качество все хорошо воды уже льдом видаться на тех же циклов и заморозки и разморозки и пошло дальше уходим потихоньку и сразу плавно следующую лопину в новом асфальте который вот пошла вот там тоже качественно сделан люк на что-то переделывали уже с этим люком видаться вокруг него другой асфальт другое возвышение видаться его откапываю но наверное благотворительность тут дальше про просто проваливаются поребрики по отношению друг другу за подушки ну и переходим 75 дому как раз по 75 дому люди вчера в комментариях отписывались что сие не очень довольна не одна где-то механическое хотя не очень но не будем до этого докапываться вот у нас значит доступ к первому подъезду уже 75 дома 75 дому здесь вот делала чашечку для комфортного спуска граждан который естественным образом приобрела свои замечательные лопины и начинает тупо отваливаться от этого подъездного входа в сторону дороги уж я не говорю вот о нашей вечной беде с которой мы боремся это поребрики здесь механического воздействия наверно все таки не было он просто крошится погодных условий от циклов ну и сразу видно что они начинают по отношению друг другу проседать из-за неуплотненных грунтов и щебня видите разница вот да и вот здесь вот тоже видно разрушение не думаю что это автомобили нам естественно все скажут что это именно так здесь уже поребрик тупо это который до газону отстает вот асфальтового покрытия но это о чем мы говорили что пик делает три несчастные лет на поребрик чтобы он зафиксируйте здесь он провален провалим по отношению ну конечно скажешь что это машины провалили пошли дальше вот он 75 дом вот возле второго подъезда 75 дом знаменитые фирменные шагрень утопит мясо перевоходящий вот такой вот недокатанную полосу это каток вот так шел полукругом вот здесь придавил краешку здесь ладошками притоптали такую песню и родных нейромонах феофанов надо поле притоптать и здесь также уклон идет не уходим далеко от второго подъезда и обнаруживаем снова лопину 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 пока она юна и не образована думаю через два года она себя проявит также вот внимательно смотрим на парковку сделано здесь было людям сразу парковка почему там на факеле этого нельзя было сделать они вот здесь поребрик видеть здесь есть поребрик нет а зачем на факеле поребрик почему он не там сразу это не доработку дхб естественно опять я говорю фирменный шагрень господ из опек на парковках они почему-то решают что надо какими-то странными козюлями лепить почему-то техника у них не доходит и вот уплотнитель там этот у них недоступен ну здесь все нормально как парковка есть и ладно даже какие-то но возвращаемся снова и тут опять у нас юная лопина еще пошла напомню асфальт годичный годичный асфальт сейчас мы перейдем к самым интересным да там ты наверно из-за того что жители в принципе и говорили самое основное возмущение было потому что это еще при прошлых проверках и выездах даже со сми до территорию ну там я не говорю что эти ливневки так сделано туда допустим уклон есть она наверно уйдет вода это ливневка ведь а вот в эту ливневку конечно ничего не попадет она она просто в крифе вкус сделал да здесь и сделал на отдельный угол здесь вот другой асфальта здесь совершенно другой сложно описать надо экскурсии делать по городу балакова ну вот тут вот как бы да то есть здесь гениальное решение компании пик называется работаем с жителями в плотную плотную вот это свежая какая-то заляпка видимо да здесь было что-то ступень они долго жить жильцами торговались то ступень тоска то в общем непонятно что да и и вырубили в прошлом году асфальт видно что свежий совершенно ну и давайте обратимся снова качество асфальта вот как мы вчера доказывали что это вообще кость кость диплодога или велосираптора как вот такие вот как он насыщение водой как вы думаете с какой будет это нужно вот этих трещин просто друшлака не асфальта конечно будет напитывать все чего все что можно не будет ковырять а там еще жители тапками закидают в последнем кое-как добились это раскрыл отошли какой подъезд 3 что до 4 4 подъезда стой героической болям бы здесь вот тоже такое как бы на скорую руку решение подкупающий своей новизной ну ладно функциональный хорошо и и не функционально и нехорошо ну ладно что в ливневку ничего не попадет потому что уклон вот туда идет под машину она так как бы на начале склона стоит но я нашел зато по работе вами с возражениями граждан все-таки выезжал организации жестко отремонтировал поребрики бордюрный камень замазав по традиции технологии волк пик нежно ладонью со смесью олив и на тоже вариант смотрите вот уровень поребриков почему так это клумба разворотная то есть кольцо тупикового может поребрик так провалиться как бы как это так вообще как это работал с учетом что вот этот снова стоит вровень следующий за ним ладно машина обход сам но с ним как бы разбег из со следующим тоже разбег что на этот наступили поребрика на этот нет наехали не наехали ну-ка я не знаю как и дальше тоже самое здесь что произошло кто болел поехали дальше вот здесь видно что это запилок поребрика то есть по остаточному принципу что-то лепилась и естественно они все пришли уже в негодность они все на разном уровне друг с другом совершенно все никакие машины в этом не виноват естественно будет сказано как они все на разном уровне не понимаете бог по торцам все это видно классно вообще это тоже на другом уровне то есть и так по протяжению всей этой клумбы у нас комфортная городская среда но не комфортный городской понедельник вторник четверг и пятница походу в общем среда у нас только по средам заводите ну вот рышачок же господа как они все на разном и знаете почему кстати я иду и асфальт то он тоже ямами идет это вот так вот короче я предлагаю всем на экскурсию за приехать год год двору год ехали обратно домой господа ну вот хотим обратить ваше внимание все-таки на ту же улицу комаров который в прошлом году тот же самый стройный обзор из сгту признал вполне вменяемый долго мы тут ходили бродили сейчас я попытаюсь чтобы меня не сшивали конечно машины вот сюда на не пойду вот как бы пока ехали заметить да и все автомобилисты кто ездит здесь увидит это чудо чудо асфальт давайте по быстренькому видать до дырень вот эту вот вот она на примыкание ладно бросим эту дырень обратим внимание на проваленные люки вот два люка 2 проваленной полностью посредине вот здесь на второй полосе идет лопина вот она лопина полностью и лопина идет вот по той дороге я попытаюсь правым глазом смотреть на движение автомобиля и вот здесь смотрите вот она это лопина идет причем достаточно жирная и провал яма при ямок посредине между полосами вот она показывает она видите тоже идет лопина она идет на протяжении всего всей длины причем в основном по левой стороне если ехать со стороны в сторону администрации сейчас машины остановились пока на светофоре вот она видеть пошли дальше слава богу на камеру нарушил вот смотрите я вам сейчас прям быстренько покажу видно на всем протяжении этой полосы идет вот это вот жирная лопина это все кирдык это следующий год это все сколько там гарантийные обязательства вот еще одна идет возвращаюсь а то задавит поехали следующее следующее лопина пойдемте дальше я не говорю о том что в прошлом еще году когда мы ехали у нас был прям видеосюжет по этому поводу специалисты из гтв вызывали специальную лабораторию они не нашли здесь несоответствующих уклонов и приемков у них вернее датчик вообще не работал и они убеждали нас что все есть нормально вот смотрите видно да это просто тупо вот яма уже уже щебень оттуда вылетает весь сейчас мы проедем покажу смотрите вот он достаточно глубокие все на самом деле только для стройнадзора и для прочих оставалось загадкой уклоны и ямы на этой дороге все автомобилисты которые здесь ездит прекрасно ощущает особенно когда начинает притормаживать перекрестком и светофором что здесь просто идет волна это просто чувствуется для этого не надо быть каким там обладать лаборатории опять или еще еще что-то надо просто взять я думаю какой-нибудь гидроуровень и все это посмотреть как нам вчера сказал стройнадзор что надо взять речку трехметровую и посмотреть 6 миллиметровые зазоры мы здесь ни о каких 6 миллиметровых не идет речь здесь тупо вот она лопина вот она идет и глотина трещины смотрелись трещины смотрелись давайте посмотрим вот как здесь машины скачут вот здесь прямо с выхода с перекрестка получается бугор видите машину просто прыгать на этом он здесь явный бугор просто явный усадить с по колесам скажу ну и уж я не говорю что здесь все то же самое здесь весь выезд с улицы щорса идет трещинах вот она пошла раз разветвляется вот она пошла 2 в эту сторону и на той стороне плоховато видно ладно здесь допустим примыкание старое смотрим как прыгают машины на скорости здесь ждем сейчас первую тачку здесь видно где колодцы начинаются для колодец начинается и где вот этот выход с перекрестка машины просто огромный бугор дальше падение идет вниз морем по той стороне часу гелендваген ну и за колодцем самим вот посмотрите на обратить внимание на разметку да по разметке видно что она идет бугром а так бах падает потом снова идет то есть если такие линии нарисовать будут сетку то было бы визуально очень хорошо видно о том что здесь вся эта поверхность просто неровные опять лопины опять лопины год назад еще раз я напоминаю что все то что мы снимали сейчас во дворах это было год назад и то что здесь положено посредине вот давайте смотрим по машинам огромные лопины вот она идет 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 все она это на протяжении всей получается дороги вот это лопина она идет вот дальше вот даже сейчас хс там поворачивает или хс прошел метров 20 лопина это продолжается я уж не говорю о гениальных решениях которые были сделаны по поводу ливневок она тупо закатана в асфальт как ремонтникам из бал автодора и и открывать фиг его знает то есть нужно будет сначала обрезать старый асфальт ну потом вытаскивать люка чист ливнев идем дальше вот напротив магазина одноразовую посуду комару 52 снова появляется наша любимая лопина вот она идет потом прерывается раз посмотрим где снова появится принц не особо-то она прерывается как бы такое ощущение что слой асфальта который находится выше все знают что здесь уклон кроме сгту и он как бы наползает на вот этот слой который ниже то есть его как бы стягивает сюда вниз и вот происходит эта трещина опять вот она пошла в общем что по итогам можно записать хваленые гарантийные обязательства я надеюсь будут выполнены а здесь они каком плане могут быть выполнены здесь надо перестелать все полотно также надо отменить что дворовые территории как делались тяп-ляп так и делаются есть какая-то я не буду так утверждать потому что это сами понимаете какая-то взаимопонимание достаточное между подрядчиком соответственно стройнадзором и заказчиком в виде в лице у дхб но на лицо товарищи комаров не выдерживает и года то есть это все в трещинах ну так не должно наверное быть пусть дорожники напишут комментарии тем более мы все помним прекрасно есть знаете когда в городе все плохо было бы то и сравнить был днищем все радовались как вот дворовую территорию вот этой комаровый также кричали бы ой да чистенько ну и ладно ровненько ну и хорошо сколько лет по ямам ездили а теперь вот радость то какая но такая тема не проходит потому что есть набережной леону которая если мне память не изменяет майн 12 до 12 год была построена или тринадцатый или тринадцатый но тем не менее ей получается семь лет как минимум и она стоит в идеальном состоянии в этом году только там три дырочки какие-то сделали ямочный ремонт это я не убежден что его нужно было делать потому что следует того как они его делают лучше вообще не трогали бы почему на комарово она вся в лопинах а уж я не говорю о дворовой территории представьте что качество асфальта которые они сюда применяют марки по их по их методике потому что их методика я думаю она не проходит никакую критику в принципе это они ложат на дороге общего пользования а то что они ложат дворовой территории это мне кажется вообще уму непостижимо что и вот как показал в принципе наша проверка дворов все то же самое происходит там разрушение асфальта по этот грунт оседает соответственно с ним поребрики и там все прочее ну как бы так делайте выводы сами делитесь впечатлениями напишите что вы думаете о комфортной городской среде в исполнении о пик и улице комарово и